Всем привет, с вами Тексас и в Доте вышло обновление. Valve выпустили обновление в виде мобильного приложения Dota 2 Pro Circuit. Это означает то, что теперь с телефона можно следить за Доткой. Есть фэнтези лига, есть ставки на матчи при помощи осколков в Доте, то есть вот те штуки, которые в Dota Plus подписки. Ну и судя по тому, что там есть осколки, там нужно покупать Dota Plus подписку. Мы сейчас сделаем небольшой обзор данного сервиса. Его можно установить и на телефон Android, и на iPhone. У меня iPhone, если что, похвастался. Ну и, как я сказал ранее, приложуха должна запускаться с аккаунта, где есть подписка Dota Plus. Так что я разыграю три подписки Dota Plus. Для этого нужно сделать репост этого видео в любую соцсеть. Ссылка на вот репост, там есть внизу, кнопка поделиться. Ну и итоги конкурса я подведу примерно через недельку. Так что участвуй в конкурсе, жми палец вверх, подписку, ну и репост, делай записи, если хочешь получить себе подписку. Ну а в комментарии пиши, нравится ли тебе данная функция в Доте, и ссылочку на свой репост добавь. Вот так я и выберу победителей. Три штуки, три подписки на месяц Dota Plus. Кто-то из вас заберет. Новость о данном дополнении есть уже на сайте Valve, так что здесь можно найти ссылки для скачивания на iOS, найти скачивание в Google Play Store, ну и, конечно, можно скачать еще и АПК уже отдельно для Android, если так вам установить проще. Ну и описание функционала, но функционал мы посмотрим уже в приложухе. Я уже скачал себе на телефон, так что давайте я сделаю запись с экрана своего смартфона и покажу вам, что же тут работает. Приложение называется Dota 2 Pro Circuit, зайти можно с главного экрана после скачивания. Ну и для начала нужно пройти верификацию, то есть нужно залогиниться через свой Steam аккаунт, напомнить, для того, чтобы работала данная функция, нужно обладать подпиской Dota 2 Plus в Доте, чтобы у тебя в Steam была привязка. Ну, подписка недорогая, стоит она там порядка 3-4 долларов, думаю, что если вам нужен такой функционал, то вы справитесь и все это зачекаете. Если что, вот здесь сбоку, вот так вот сбоку будет все с экрана показываться. Ну что, первая вкладка это события. В разделе событий мы сможем увидеть актуальные новости, это предстоящий матч, популярные матчи, изменение состава игроков, можно сделать отслеживание по составам и получать новости, кто куда перешел, кто-то оливнул. При этом есть вкладка вот объяснения, когда заходишь в приложение и вот по событиям. Это новости и матчи команд, которые участвуют в DPC сезоне. Ну и если ты добавляешь игрока в избранное, там есть такая галочка, точнее галочка, а сердечко, то чаще будут появляться новости именно о этом составе и именно о этом игроке. После есть у нас объяснение по формату турниров, то есть можно следить за турнирами на профессиональной сцене. Есть раздел матчи, где можно будет в прямом эфире следить за матчем, то есть уже можно следить за дотой нормальной с телефона. Это не зайти на стрим на Твиче, а посмотреть через приложуху Valve. Далее, раздел избранное, про него я уже сказал, можно отметить лайком, сердечком, ну ладно, вы поняли о чем я, отметить своего любимого игрока или команду. Также есть раздел прогнозов и здесь вы за осколки DPC, которые в доте нужны для шмоток, которые в доте нужны для улучшения этих кристаллов на героях. Вы можете делать прогнозы, ну и собственно на этом вы сможете себе эти осколки заработать для покупки разных фишек. И есть фэнтези лига. Фэнтези это круто, у нас выходит на канале видос, вот здесь будет всплывашка. Сегодня будет еще один выпуск, это тоже фэнтези лига, это уже фэнтези лига другая, призовая на 5000 долларов. Ну и я запишу прогнозы, вот чуть позже этого видео будет запущено, ну и всплывашку я добавлю вот в эту часть экрана. Окей, дальше. Вот у нас раздел турниры. Тут все просто, это раздел турниры, тут можно найти DPC турниры и тут описаны итоги турниров. Информация о турнирах, кто какое место занял, какие команды играли, какие матчи были, то есть все это можно найти и спокойно с телефона. Что весьма приятно, что весьма удобно. Вот мне этот функционал нравится, ну и к примеру вот по Dream League еще нет итогов. Сегодня у нас будут первые матчи на вылет, сегодня играет Na'Vi на вылет матч против команды J-Storm. Надеемся, что будет хорошо. Ну, сегодня уже можно будет посмотреть. Ну, а вот прошедшие матчи можно чекнуть тоже в разделе игры, либо там есть раздел предстоящих матчей, ну и с описанием, когда же матч стартует. Кстати, можно матч будет отметить и узнать, когда он начинается. Ладно, это чуть позже. Прогнозы. Вот, прогнозы, это я люблю, я люблю делать ставки. Ну, а тут можно поставить осколками, что не нарушает никакие правила. Собственно, у нас в разделе прогноза указываются матчи, при этом есть тоже объяснение, то есть можно выбрать команду. Также есть, как бы, шансы, это коэффициенты на победу команд. Плюс указывается фаворит. Стоять можно осколки, ну и победа или поражение. То есть ты увидишь, кто выиграл. Что, как бы, круто. Well, спасибо, это прямо очень сильно. В матче Na'Vi и J-Storm. Фавориты Na'Vi, но коэффициент, конечно, не самый такой развальный. Я бы поставил вот первый на Na'Vi. Вот моя первая ставка в рамках приложения DPC на Na'Vi. 50. Осколков заряжаем. Ну, как бы, это B1, с рулеткой, бывает всякое. Так что осторожно. Infamous e-Home, матч тоже, ну, такой... Это уже более, знаете, читаемый матч. E-Home должны взять в легкую, но, опять же, это Best of 1. Бывает всякое. Так что я вот так чуть-чуть. Хотя с таким коэффом ставить что-то... Нет, не хочу. Infamous давайте я вот заряжу. На аутсайдеров залью. А вдруг? Там все-таки Мейсон на керри. Во, пойдет. 10 поинтов. LGD Mineski. Ну, тут тоже матч с фаворитами, но я все-таки, знаете, ожидаю, что здесь будут брать Mineski. Такой небольшой спойлер. Тоже на них немножко поставлю. Ну и еще один матч заодно. Но поставлю секрет, вынесут в салат, мне кажется. Так что вот на них 25 осколков. Лупану. Пойдет. Вот такая вот функция прогнозы. Ну и последний раздел. Это Fantasy League. Fantasy, думаю, всем вам известно. Ты выбираешь турнир. Выберите основной этап турнира или один из регионов отборочных для того, чтобы можно было сделать отдельную Fantasy команду. Так. Собери команду. Ну, это все понятно. То есть состав из 10 игроков, 4 основы, 2 центра и 4 поддержки. Отличается Fantasy от того, что было раньше в Доте. Раньше было 2 кора. Получается, 2 суппорта и хардовик. А тут 4 основы, 2 центра. Странно. Ну, интересно. Посмотрим, как оно. Есть соревнования с друзьями и со всем миром. Ну, в Доте мы любим соревноваться. Это понятно. И можно заработать осколки. Так. На отборах. Топ-10 мира получают 5000 осколков. Топ-25. 2500. Топ-50. 1500 осколков. Если это основной этап турнира, то топ-10 это 10 тысяч, 25 это 5000 и 50% это 3000 осколков. Нормальный призовой фонд. Приятно. Ну, и получение очков идет по такой схеме. Это вот убийство, смерти, добитые крипы. Да. Ну, и получение осколков идет по системе убийства, смерти, добитые крипы, золотую минуту, разрушенные башни, убийство Рошана, участие в битве, установка варда, стак лагерей, поднятие рун, первая кровь и оглушение. Так. Не лагай. Хорошо. Вот. Готово. Ну, и состав не выбран. Увы, как бы в Элп добавили, но такие, знаете, нас патролли и сказали, ха-ха-ха, турниры уже прошли, ты уже много пропустил, но вот сейчас сделай ставку. Хорошо. Давайте посмотрим на Фэнтези Лигу, как это работает. То есть есть вот ростер, очки. Это сколько вы заработали, но я еще ничего не сделал. Ну и рейтинг. При этом у меня уже вот отображается рейтинг. Как вы сделали Фэнтези? Видимо, уже успели. Так. Игроки основы. Ну, знаете, здесь все-таки нужно подумать. Я бы... Хотя давайте подумаем вместе. Видео немного затянется, но я вот свои раздумья лишние поубираю. Окей. Игроки основы. Кого поставить? Ну, нужно оставить те, кто пройдет далеко. Это понятно. Сейчас команда Ликвид играет матч по лузерам, но я думаю, что они справятся. По лузерам в них поверю, пожалуй. Хорошо. Так, кто еще? Фнатик играет матч против Virtus.pro в Винерах. Ну, против ВП, наверное, проиграют, а дальше вот непонятно. ВП пройдут ли далеко? Тоже вот не факт. Я верю в то, что пройдут далеко парни из команды Краски Сикрет. Они слишком хорошо играют. Так что, пожалуй, я вот поставлю нишу. Может быть, и Зая поставить? Ладно, поставлю я Артизи. Артурка, давай, не подведи. Ну и команда LGD играет. Получается, замены против Минески. Так. Ну, я, пожалуй, поставлю Ахджита. Я вот почему-то верю больше в Минески, нежели в команду LGD. Они прям очень хорошие. Так, в центр я бы поставил... Ну, Мидвана. И я бы поставил в центр... Не знаю, то ли Ноуана, то ли Сумаила. Ну, знаете, ВП играли все-таки немножко вот не собрано, скажем так. Да, у них снова матч в Винрах. Да, они занимают первое место в группе. Но, тем не менее, я думаю, ВП уже подустали. Да и, в принципе, турнир им не важен. Хотя, если, знаете, идти по такой логике, то как бы для Пупе тоже турнир не важен. Но Пупе разваливает в салат. Я поставлю Сумаила, пожалуй. Поддержка. Суппорты. Так, по Суппортам. Возьму, пожалуй, мог бы ко мне в Суппорт зайти. Я обзор. Возьму Крита, пожалуй. Ну, и закрыть последним Суппортом. Ладно, Пупея. Беру Пупея напоследок. Вот такая у меня Фэнтези Лига. Пишите в комментарии вашу Фэнтези Лигу. Ну, вот такое приложение у нас вышло в Доте. Весьма приятное. При этом еще вот момент, который я не могу вам показать. Хотя нет, все-таки могу показать уже прошедший. Вот популярный матч. И здесь идет, как раз таки, вот общая ценность графики. Идет нетвор с каждого игрока. При этом еще идет момент состового команд плюс стадия выбора. Но это уже как бы постматчевая статистика. Должна быть еще стата, которая идет... Должна быть еще стата, которая идет во время матча. То есть в лайве. Увы, сейчас матчей. Должна быть еще стата, которая идет в лайве. Но, увы, сейчас матчей в лайве нет. Так что я это не могу показать. Но вот в разделе как раз таки обучения. Это вот примерно показывается. И должно примерно вот так выглядеть. Посмотрим чуть позже тогда эту функцию. Ну, на этом все. С вами был Тексас. Пишите в комментарии. Ваш софт-сэнтези. Пишите в комментарии ссылочку на вашу соцсеть с репостом. Я три подписки Dota Plus разыграю через неделю. Ну, и не забываем о том, что есть сайт GOSU.AI. Это тоже весьма полезный функционал. Это повышение вашего личного скилла путем разбора ваших матчей. Так что если вы планируете повышать свой личный скилл, то переходите на сайт GOSU.AI. Ссылка в описании. Ну, а с вами был Тексас. До встречи в следующем выпуске. Пока. GOSU.AI представляет автоматический анализ твоих матчей в Dota 2. Добавь ботов, друзья, и начни играть. Узнай, насколько ты хорош в фарме, в драках, в стадии лейнинга и многое другое. В подробном постматч-анализе. Переходи по ссылке в описании и начинай играть умнее с GOSU.AI. Субтитры создавал DimaTorzok